Матхульт привет всем! И снова Никита Шульгас, мехмато-аспирант, мехмато-ученик Николая Германовича Мощевитина, который учитель Ройгородского. Так вот, в этом третьем ролике будет нечто совершенно неожиданное для меня, потому что вы помните, полгода назад был ролик, или не полгода, а примерно полгода назад был ролик, про то, как доказать, что любое простое число, дающее остаток 1 при делении на 4, является суммой двух квадратов. И я рассказал, мне очень понравилось одно доказательство, я прям прыгал до потолка, через принцип Дерехле. Я его изложил на канале, вот, и сказал, что более простых доказательств мне неизвестно. Теперь будет. Да, Никита утверждает, что у него есть еще более простой, использующий цепные дроби. Послушаем, однако. Итак, ну, во-первых, у нас будет конечная цепная дробь вида А1, это тут будет большое введение, собственно. Да. С самого начала, чтобы, надеюсь, поняли все. Ну, просто чтобы все знали, что такое цепные дроби, да, некоторые факты про цепные дроби, которые доказываются по индукции просто. То есть вот у нас есть цепная дробь, мы ее коротко будем записывать следующим образом. То есть у нас целая часть равна нулю, поэтому... Да, сразу же можно включить этот, да, и все. Да. Вот таким образом мы ее записываем. Ну и до бесконечности. Да. Или у нас конечная. Конечная, конечная. А, конечная. Давайте обозначим за такие квадратные скобки. А, давайте вот так вот. Если вот это у нас равно PN делительное QN. Ну да. Понятно, что к этому виду всегда можно привести, просто приводя к общему знаменителю по уровню. Да, естественно. Так, давайте QN обозначим. Оно понятно как-то зависит от каждого из вот этих АИТ. Ну да. Ну давайте его обозначим вот так через квадратные скобки 1АН. Да. Такая вещь называется континуантом. Давайте некоторые свойства... Давайте вообще, как он определяется? Континуант цепной дроби. Да. Тогда Q нулевое, то есть Q от ничего. От 0 делить на 1. Это по определению мы положим равным единице. Ну это 0 делить на 1, естественно. Заминатель. Тогда давайте Q первое. Это у нас некоторое... Будет одно число А первое. Оно равно А первому. А далее, собственно говоря, главное свойство... Ну да, знаменатель дроби вида 1 делить на 1 равен на 1, несомненно. Да. Дальше вот так вот. Главное тождество. Вот это тождество везде, абсолютно во всех книгах записано. Доказывается по индукции элементарным образом. Так. Ну самое главное свойство континуанта, которое нам понадобится, выглядит следующим образом. Если у нас есть континуант, где он у него где-то в серединке... Решили разбить на две части. Подходя... Эти самые неподходящие, как сказать, неполные частные. Да. Список неполных частных разбили по серединке. То есть у нас есть континуант длины М. Да. И мы хотим как-то работать с чем-то меньшей длины. Да. Но, допустим, мы хотим его разбить вот в этом месте. Это есть отличная формула следующего вида. Это у нас будет 1, так далее, АН. То есть это просто континуант из первых Н элементов. Да. Умножить на континуант из оставшихся М минус Н элементов. Да, но не думайте, что этим все ограничивается. Иначе теория зубных дробей была бы слишком простой, правда? Кое-что надо еще это добавить. И кое-что еще, о чем болтать не стоит. Начинается так же. О чем не говорят, чему не учат в школе. Да. До АН минус один. То есть мы стерли одно последнее неполное частное. Ликвидировали. И умножить на одно стертое первое неполное частное. То есть тут начнется с АН минус 2. Красота. О, красота. Я, кстати, ее не знал. Ну, понятно, что по индукции доказывается без проблем. Я не знал этой формулы. Да. Давайте еще один факт. Тут я допишу, что на самом деле континуант вида А1, так далее, АН, его можно просто перевернуть, и он не изменится. То есть он равен континанту А1, а, АН, А1. Ясно, что числитель так себя не ведет. Да, числитель себя не ведет. Это только знаменатель так умеет себя вести. Опять же, доказывайте по индукции. Я думаю, что ни проблем не будет. Ну, давайте теперь, собственно, перейдем к тому, что мы собирались доказать. Нам ничего не придется стирать. Думаю, не придется. Оно реально короткое, да? Пусть у нас П вида 4К плюс 1. Да. Давайте рассмотрим дроби вида А делить на П, где... Давайте так, рассмотрим. Да, где А у нас от двойки до П минус 1 пополам. Это тебе зона действия. Спасибо. Так, так. А делить на П. Начинаю с двойки, кончая последние... Ну, дальше они все будут уже П минус эти. Вот один минус эти. Ну, давайте... Какое у нас будет первое неполное частное? Вот у таких дробей, у всех. Первое неполное частное... Это цепной дробь надо? Да. То есть мы такие дроби будем рассказывать цепную дробь. Ну, мы, понятно, точно неполное часто не будем знать, но как вы можно оценить? Вот если это у нас будет... Давайте я перенесу равенство. А1 и так далее. АН. То что можно сказать про А1? Оно как минимум что? Как минимум 2. Почему? Потому что до П минус 1 пополам ты взял. Да. Как раз это самая граничная точка. Если мы следующее возьмем число, то есть П минус 1 пополам, то уже неполное частное будет единица. Ну, конечно. А последнее неполное частное? Ну, фиг знает абсолютно. А как это узнать? Ну, на самом деле есть свойство цепных дробей для рациональных чисел, что любое рациональное число имеет ровно 2 разложения в цепную дробь. Одно с единицей на конце, одно без единицы. Ну, давайте. Понятно. Ну, да, конечно. Да, если у нас АН единица... Ну, прибавим ее и все. Да, прибавим к предыдущему. То есть если у нас... А, да, конечно, конечно, можно взять... То есть то, которое двойка заканчивается. Да. То есть мы просто возьмем то, которое заканчивается двойкой. Ну, конечно, да. Это очевидно, да. То есть для всех таких дробей выполнены вот эти два свойства. Что и первое, и последнее неполное частное. Это очевидно. Если ты это имел в виду, то это понятно. Да, да. Конечно. Теперь давайте возьмем следующий трюк. Каждому... Блин, так. Пока я совершенно не понимаю, к чему ты клонишь. А поэтому сопоставим некоторые А'П по следующему правилу. Мы вот эту цепную дробь переворачиваем. Переворачиваем. Ёкарный бабай. Так. Ну, знаменатель у нас... Почему оно тоже будет цепной дробью того же... Потому что знаменатель останется, числитель какой-то другой. Абака. Ой. Так. Уже начинаем чувствовать что-то на Донат Сагира похожее. Знаете, есть такое доказательство Донат Сагира, на самом деле. Оно очень простое, геометрическое. Но назвать его коротким я бы не мог. Потому что там у нас есть отображение, да. В полной геометрии. Ну ладно, да. Так. Так. Перевернули. Перевернули. Сколько у нас чисел вот такого вида? Напомню, что П, это у нас 4К плюс 1. То есть сколько у нас чисел... Сколько у нас дробей, в общем? Ну, 2К минус 1 дробей. Да, 2К минус 1 дробей. 2К минус 1 дробей. Да, конечно, да. Так. Посмотрим на вот это вот отображение. Это так называемая инволюция. Что такое инволюция? Это отображение, которое обратно самому себе. То есть если мы применим дважды, то оно придет себе. Ну это понятно. Перевернули, еще раз перевернули. То же самое. Значит, есть неподвижная точка. Значит, есть какая-то дробь, которая переходит в саму себя. Да, иначе четность. Да, у нас, то есть мы... Всем понятно, да? Есть, смотрите... Мы разбили по парам все дроби. Да, всех разбили по парам. Каждый какой-то сопоставили. И это инволюция, потому что назад идет. Ну, если бы не было ни одной неподвижной точки, извините, у нас было бы четное количество здесь этих самых. Тут очень важно, что вот именно 4К плюс 1 вот здесь очень важно. Поэтому как раз и не пройдет для 4К плюс 1. Да, значит, кто-то перешел в себя. Значит, есть такая дробь АП равная А штрих. АП, где ее цветная дробь равна своей же перевернутой. То есть она симметричная. А, там же как только чуть-чуть меняешь, уже все меняется. Да. Цветная дробь не может совпадать, если... Ну, если она совпадает с самой собой перевернутой, то она симметричная. Да, то есть это как бы... Ну, я имею в виду, что если число... Как бы числа имеется единственная запись стихной дроби, и обратная тоже верно. То есть давайте... А, блин, палиндром. Некоторый палиндром, но у нас тут два варианта будет. Он либо четной длины, либо нечетный. То есть у нас он либо... Да, 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 да. А, как там... Сейчас неприличные все палиндромы в голову приходят. Блин, сейчас хоть один приличный. А, но Минск с ним, например. Минск с ним это палиндром нечетный, где КАП в середине, да? А бывают палиндромы, где вот посередине две буквы. Сразу не соображу. Матерный в голове вертится, но я не буду его произносить. Да, хорошо, да. У нас два варианта. Либо... Либо такой, либо такой. Да. Ну давайте рассмотрим вот сначала второй. Давайте посмотрим... То есть смотрите, у нас что получилось? Что у нас такая цепная дробь равна... Ой, такая дробь равна такой цепной дроби. Но что такое знаменатель? Это как раз вот этот континуант из таких неполных частных. Один и так далее. Так, значит, либо так, либо так. Да. Мы пока со вторым случаем работаем. Со вторым. То есть... Опять я тут определял. Континуант цепной дроби. То есть мы просто вот в этих треугольных скобках переписываем все неполные частные. Так. Воспользуемся единственным нашим свойством, которое мы тут предъявили. Разобьем его... Ну тут, так как симметрия, неважно тут или тут. Ну давайте тут допустим. Тогда у нас будет 1, так далее, АК, А, умножить на 1, так далее, АК. Потому что переворачивание не меняется. Да. Плюс... Плюс... Ну да. Опять берем, но тут... Ну типа да. Смотрим. Хоба. Хоба. Ну да. Так. Выносится за скобку. А у нас число какое? а что мы у простого числа нашли какой-то делитель ухать значит такого никогда вы тормозил вообще она не оба очевидно больше единой очевидного все снимаем то остается один вариант да и тут конечно сейчас я уже чувствую что он равняется 1 и так далее а все. все 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 Все, очевидно. АК, так далее, А1. И опять то же самое. Равно А1, так далее, АК квадрат, плюс А1, так далее, АК минус 1 квадрат. Теорема доказано. Мы его разбили вот тут. Блин, и как просто. Действительно фантастически просто вообще. Причем мы сразу получили какое-то разложение. Конкретное, да. Да, да, да. То есть надо перебирать, надо смотреть, какая-то будет себя. То есть среди таких есть один палиндром всегда. А для других простых 4К плюс 3 не бывает палиндромов, да, вообще? То есть это чисто вот, ну, либо такие только палиндромы, да? Плохие. Охренеть! Никита, спасибо! Друзья, Маткульт, привет!